Есть всякие объекты всемирного наследия. В Казани появился инструмент исторического поселения 5 лет назад, более-менее внятно оформленный в документальном и правовом смысле. До этого можно сказать, что это только было название. Есть всемирное наследие в виде природных объектов, а есть в виде архитектурных и средовых объектов, которым, например, Казань аж несколькими обладает. И здесь вопрос ставится такой, препятствие это или фактор развития городской экономики, ну и вообще социального развития города, территории. По той причине, что как только сталкиваешься с необходимостью объяснять муниципалитетам, администрациям субъектов, необходимость введения вот таких вот регламентных ограничений в целях сохранения наследия, первый аргумент это, стоп, ребята, мы не консервируем, или мы, значит, законсервируем и не будем развивать, мы что должны, значит, вообще поставить крест на развитие этой территории, а как же экономика, а как же развитие общества. И вот этот вопрос я хотел бы, ну, как бы заявить как основной в нашем обсуждении. Я должен представить наших участников, без отчества буду представлять для того, чтобы, так сказать, закрепить определенный климат оттепели, ну, в части наследия, разумеется, который здесь присутствует на этом мероприятии. Владимир Филипенко, руководитель управления государственной охраной объектов культурного наследия Самарской области, Олег Никитенко, юрист и специалист в области инвестиционного климата, специалист именно по Поволжью, Нарине Тютчева, руководитель знаменитейшей мастерской, ой, Рождественка, безусловно, я в Остоженке просто работал, путаюсь, но, безусловно, один из самых таких удачливых специалистов в части и сохранения, и предоставления новых функций, новых прочтений объектов культурного наследия Наталья Душкина, можно было бы и не представлять, но, тем не менее, один из главных специалистов в нашей стране в части, как бы, эксперт в области всемирного культурного наследия, и Дмитрий Верховский, который, в общем, уже не первый проект таких комплексного развития исторических территорий выполняет в мастерской, которую он возглавляет в Институте Генплана Москвы. Вопрос Натальи Душкиной, полагаю, так, первый. У нас вот есть, ну, как бы с большого начнем, со всемирного наследия. Есть, как бы, нормативные документы, ратифицированные Россией в области сохранения всемирного культурного наследия. Есть федеральный закон 73. Целеполагание у этих документов в чем-то разнится, в чем-то совпадает. Один вопрос – это в чем, собственно говоря, как бы разночтение этих документов и, как бы, целеполаганий, и каким образом это отражается на возможности сохранения и несохранения объектов всемирного наследия в России. Второй вопрос вам – это вопрос о том, каким образом, вообще-то, идентифицировать, как бы, степень развития и пользы, влияния наличия объектов всемирного наследия на развитие территорий. Прошу. Добрый день, дорогие друзья, и спасибо большое за приглашение участвовать в интересном и важном разговоре, поскольку, уж если мы говорим о всемирном наследии, цифры точные назову. Конвенция всемирного природного и культурного наследия – это 1972 год, в 1975 году она начинает действовать, первые объекты появляются в 1979 году, Россия подписала конвенцию о всемирном наследии с большим опозданием в 1988 году, то есть уже на взлете перестройки. В 2002 году был принят в России новый закон, подписанный президентом Путиным, и там впервые появилась статья о том, что есть в мире всемирное наследие, и что надо это учитывать. Вот этот параграф не до конца был развит, он не учитывал все реалии конвенции, и конвенция осуществляется по всем видам культурного наследия, я буду говорить о нем, в рамках специально разработанного руководства по осуществлению конвенции. Это очень пространный, очень объемный документ, это руководство, где точно прописано, как надо действовать, в каких случаях. Теперь обращаясь к историческим городам всемирного наследия, которые находятся в России. Точно их всего три. Самый крупный в мире исторический город с пригородами – это Санкт-Петербург. Это была, конечно, в тот период времени, это 90-й год, совершенно пионерская, дерзкая, очень правильная история, которую предложила новая Россия. Еще в статусе Советского Союза предложила самое лучшее, что есть в стране. Это был Петербург, Кремль и Красная площадь, и Кижи. Лучшего нет. Дерево – это два великих ансамбля. Но это оказалось действительно самое крупное по территории своей, и с пригородами. Чрезвычайно трудно управляемое, притом не совсем ясно, как управлять надо объектом всемирного наследия вообще, и в частности историческим городом. И потом в этот список в России добавился Ярославль, исторический центр Ярославля. И третий город – это Дербент. Кроме всего прочего, мы можем говорить и говорили сегодня о Казанском Кремле, который лежит в ядре исторического города, так же, как и Московский Кремль. И одно из важнейших исследований, через которые проходит исторический город или ансамбль крупное, определить степень негативного воздействия или потенциального воздействия на этот объект, который может умолить универсальная всемирная ценность, то есть его абсолютная уникальность, которая выявляется на основе сравнительного анализа и теста на подлинность, целостность, целая система аппарата. И вот здесь, конечно, появляется огромное количество тоже проблем. Мы знаем, что такие проблемы существуют в Москве, и большая охранная зона Московского Кремля, которая в нынешних реалиях тождественно буферной зоны всемирного наследия, и там идут и большие сносы, появляются новые сооружения, и потом очень сильное дистанционное воздействие ансамблей целых, современной архитектуры, которые находятся на расстоянии километров, но они входят в прямое взаимодействие с ядром Кремля. Вот сегодня, когда я ходила по Кремлю, и была я последний раз два года назад, я увидела, что, например, в сторону Сюембике и заволжская часть, мы имеем новые кулисы, голубые башни, которые стоят, они абсолютно фронтально вошли в ансамбль Кремля. И если вы это еще не заметили, посмотрите, как это накладывается. И это проблема. Вот когда появляются такие совершенно очевидные очаги прямого развития, в рамках всемирного наследия необходимо представить специально выполненный тест воздействия на наследие его ценностей. Теперь все-таки на этом фоне, имея три исторических города, в России пережила на протяжении последних лет очень странный процесс и очень типичный, который, на мой взгляд, пролоббированным был девелоперами, инвесторами, когда большое число исторических городов резко уменьшилось в стране. Вот у меня есть, из какой-то своей статьи я достала, точная статистика, как шел этот процесс у нас. То есть в 1990 году у нас было в стране, при том это самая крупная страна мира, 115 исторических городов под охраной. В 2010 году эта цифра стала… Нет, прошу прощения, сначала. В 1970 году 115 исторических городов. В 1990 году этот список был расширен до 426. То есть резкий скачок, понимая, какая ценность хранится в системе расселения и в том наследии градостроительном, которое Россия обязана передать будущим поколениям. Вот я просто так говорю. В 2002 году до рекордных 478 городов. То есть приращение на 50. Но уже в 2010 году эта цифра сократилась почти в 10 раз, до 41 города. То есть с культурной точки зрения, мне кажется, это, во-первых, нонсенс в большой степени, культурный нонсенс, географический нонсенс, с точки зрения географии, абсолютный нонсенс. И мы понимаем, что эти города в большой степени, извините за грубое слово, центры этих городов отдаются на кормление инверсторов. Вот я иногда употребляю это слово. Оно очень жесткое, оно лобовое. Но мы видим, что происходит в ядрах городов. Как быстро этот идет процесс. Обращаясь к международной практике, да, но надо дополнить, конечно, что после этого началось все-таки движение в сторону возврата к увеличению числа исторических поселений. Сейчас их, если не ошибусь, 43. Например, Московская область поставила в региональном статусе 22 исторических поселений. И Псков, который в этом году был номинирован во всемирное наследие, не имел в процессе номинации подготовки досье. Он был выведен, так же, как Новгород Великий, из числа исторических городов. Он сейчас в очень маленьком пятне, очень маленьком пятне, поставлен на региональный уровень, при том, что досье написано на всемирное наследие, где страна должна гарантировать высшую форму охраны, которая существует. И мы понимаем, что это процесс чрезвычайно сложный. Теперь, говоря о международной... Нет, все-таки сначала о соответствии требования всемирного наследия нашего законодательства, конвенции. Несмотря на то, что сейчас разработаны определенные документы для сокращения этого разрыва, юридически в данный момент не существует прямого моста перекидывания от терминологии объекта всемирного наследия к нашему 73-му закону. В нем отсутствуют понятия территории объекта всемирного наследия, понятия буферной зоны, понятия плана управления и целый ряд других положений, которые обеспечивали бы возможность управления этим объектом в рамках нашего законодательства. И несмотря на то, что развитие этого документа было проведено, были выскажены суждения, вот лежит пока под ковром, не хотят, по-видимому, двигать вперед, потому что там появляются очень острые моменты. И мне кажется, чем больше длится будет этот процесс и период неопределенности, чем больше потерь будут нести объекты всемирного наследия. Недавно, в прошлом году и в этом году в рамках премии имени Алексея Комича проводился круглый стол. В прошлом году он был полностью посвящен проблемам объекта всемирного наследия и были представлены и Петербург, и Ярославль. Ярославль представляет от одного выступления за другим колоссальные проблемы, которые возникают в ядре города, стройки, которые проламывают национальное законодательство, они разрушают установленные регламенты градостроительные по высотности и плотности. И это происходит не только на территории самого памятника, но и в буферной зоне. Последнее достижение Ярославля – это установка в качестве капитального объекта огромного колеса обозрения высотой 62 метра, который вошел в панорамы со стороны Котрасли, со стороны Волги. И вот таких примеров множество. В Петербурге, конечно, самая яркая, на мой взгляд, история – это строительство Лахта-центра высотой до 500 метров сейчас. Ну, там цифру точно не называю. И ситуация обостряется тем, что он вошел во многие исторические панорамы, в открыточные виды, в пейзажи Островом и Лебедевы, классические, в виде этой торчащей иглы. И вообще потрясающий петербургский регламент «Десяти сожжений», установленный в XVIII веке, державшийся в советское время с небольшими нарушениями, он был вспорот в очень многих местах и по правому, и по левому берегу. И такие списки в Петербурге составлены, диссонирующих объектов, которые предлагали просто очистить город от этих сооружений. Но мы видим, что в этом плане ничего не происходит. Ну, вот теперь последнее, что я хотела сказать. Какие меры на международном уровне существуют для все-таки регулирования процессов развития и сохранения в историческом городе? Ну, напомню вам, что в Венецианской хартии, которую вы все хорошо знаете, по существу не шла речь об историческом городе, там упоминались исторические кварталы. Позднее разрабатывается специальная хартия по историческим городам, так называемая Вашингтонская хартия, где достаточно четко и ясно, вполне совпадающими с теми нормами, которые существуют в рамках нашего законодательства и нашей охранительной практики, были прописаны все параметры. Однако это было недостаточно. И я хочу вам зачитать, как диагностирует международная организация, прежде всего, ИКОМОС, Международный совет по памятникам и достопримечательным местам, который является экспертной организацией для объекта всемирного наследия. То есть все экспертизы, которые идут в Центр всемирного наследия, это главным образом эксперты ИКОМОСа, ИКРОМа, так называемого римского центра, находящегося, тоже созданы в послевоенный период. Прежде всего, говорят о том, что мир стремительно изменился. Произошло расширение пространства, спрессованность времени, это компьютер, интернет, убыстрение всех процессов. И вот здесь происходит разрыв очень медленного, замедленного статического состояния наследия и быстрых жизненных процессов, которые протекают в нем. Об этом нельзя не говорить. Начинают превалировать темы движения, изменения, подвижности, гибкость критериев и понятий. Наконец, происходит радикальное изменение представления о ценности. Пирамида ценностей перевернулась, произошла девальвация понятий и вообще самих ценностей. Должна отметить, общее падение культуры в мире, вообще культура начинает опускаться достаточно низко. Потери интереса к истории. Сколько ни говори, что мы любим свою страну, историю и так далее, в целом существует определенная потеря интереса к истории и глобальная усталость от консервации. Вот это симптомы и диагнозы, которым международное сообщество пришло через 150 лет создания теории и философии консервации наследия. То есть мы видим, что перелом существует. Дальше, какие существуют очень важные признаки в развитии городов, мы их всех знаем. Во-первых, растущее число фоксимильных реконструкций, воссоздание памятников, которые выступают эквивалентами давно утраченных, использование девелоперскими компаниями территории памятников как инструментов борьбы с бедностью. Расчистим квартал, построим жилье для малообеспеченных людей. Пандемия фасадизма, которая пожирает тысячи зданий в исторических городах. То есть здание все вышелушивается, изнутри остается одна корочка, и внутри рождается нечто новое. Это коснулось и археологических участков, там, где стали реконструкции вырастать, на теле фрагментов для создания визуальной, интеллектуальной интерпретации для посетителей туристических визитов. И, конечно, усиление урбанизации, цену уничтожения традиционной застройки. И одним из важнейших признаков урбанизации, конечно, рост высотной застройки и, главным образом, небоскребов. Вот те из вас, кто был на выставке «Архмосква» в Манеже, одна из главных тем была «Старая и новая». И ярким представителем нового являлись огромные стеклянные пальцы, которые начинают прорастать в разных частях Москвы. И за это «Старая и новая» было дано высший диплом этой выставки. Значит, этот процесс идет, и мы видим, по многим городам рост усиливается. И таким образом, в 2005 году, как реакция на эти процессы, появляется так называемый Венский меморандум, который в большой степени был направлен на приостановку безудержного роста застройки в самом ядре Вены, где Рингштрасс является объектом всемирного наследия. И в 2011 году появляется концепция так называемого исторического градостроительного ландшафта, который в настоящий момент является рабочей моделью для городов всемирного наследия. Должна сказать, что в этом плане «Татарстан» сыграл замечательную роль в 2003 году. Книга о устойчивом развитии городов и роли исторического градостроительного ландшафта, написанная двумя международными специалистами, была переведена на средства фонда Шаймиева здесь, в Казани. И стало мне кажется, не все специалисты знают, что эта книга есть. Она в 2015 году была представлена в Музее архитектуры имени Ищусева. Там проанализировано большое число исторических городов всемирного наследия, выявлены все проблемы существующие, указаны методики, как с этим работать. И главным лозунгом является, что сохранение не есть антипод развития, не есть антипод сохранения, и сохранение не есть антипод развития. Сохранение есть часть развития. Вот в этом плане переломить сознание среди наших специалистов в обществе, среди людей, которые вкладывают в деньги так называемое развитие города, что сохранение – это одна из самых устойчивых форм развития города, что город – это явление, имеющее много пластов. Задача устойчивого развития – сохранить все эти пласты, предъявить их, двигать вперед понятие континюиты, преемственности. Если происходит в этом направлении разрыв, то ни о какой устойчивости не может идти речи. И заканчивая свое выступление, я хотел бы привести пять основных пунктов, которые приводят авторы этой книги, как выявляя главную концепцию исторического городского ландшафта. Это, конечно, прежде всего, исследование пределов допустимых изменений как научного явления. Вот эти пределы и терпимость к изменениям, как она может измеряться, какие барьеры будут устанавливаться – это очень важный момент. И, кроме всего прочего, далее говорится о том, что если будут пренебрегаться установлены регламенты, то, что существует в национальных охранных законодательствах, то деструкция пойдет убыстренными темпами, остановить ее будет практически невозможно. То есть, подводя черту этому параметру, этому первому положению, конечно, это определение границ возможных изменений как научного явления. Я не знаю, кто этим занимается в нашей стране, я думаю, что, конечно, занимается, мы сегодня услышим об этом. Потом, конечно, сохранение городского наследия как экологически устойчивого процесса и осознание ценности унаследованной планировочной структуры. Важнейшая позиция. Третье – исследование интерпретации наследия, которое включает современное творчество и нематериальные аспекты наследия. Россия до сих пор не подписала конвенцию о нематериальном наследии, боится этого делать, хотя это конвенция 2003 года, успешно работающая во многих странах, и многие наши памятники нематериального наследия просто выстроены в очередь, чтобы войти в эту конвенцию. Тем не менее, игнорируются, и это достаточно прискорбный факт. И, конечно, при живом городе необходимо признание изменчивости городской среды, опирающейся на современное творчество и нематериальные аспекты наследия. Четвертый аспект, которого мы иногда тотально лишаемся в центрах больших городов, это значение природного наследия. Природное наследие – здесь часть городостроительной среды, исторической, и оно должно быть включено во все процессы планирования. Я, поскольку человек из Москвы, я вижу, какая огромная потеря зеленого массива идет в ядра городов. Несмотря на то, что пишут, столько-то деревьев выровлено, столько компенсировано в каком-то месте, но уходят исторически сложившиеся кластеры зелени, которые являются частью исторической планировки. И, наконец, последний пункт, без которого международное сообщество не видит вообще возможности двигаться вперед. Это важность участия общества в сохранении ценностей. Это та самая партисипация, которую мы видим в самых разных формах, иногда позитивной, иногда негативной в виде активного гражданина, который действует в Москве. А мне кажется, этот инструмент вообще надо запретить, поскольку он ломает профессиональные принципы и профессиональное представление о том, как надо относиться к городу, какие принимать решения. И это очень опасный путь, который педалируется сейчас в Москве, к сожалению, руководством города. Я не знаю, ответила я на ваши вопросы, но какую-то картину я, надеюсь, создала. Спасибо. Наталья, в любом случае задали планку. И у меня есть, безусловно, соблазн задать вам вопрос, но тем не менее удержусь, поскольку все-таки нам надо успеть до следующей сессии всем дать слово. Надеюсь, что коллеги, мы будем как бы держаться в регламенте. И у нас есть две презентации, я бы хотел дать слово Нарине Тютчевой. Нарине, ну, как бы предыстория такая. Во-первых, может быть, это мое субъективное мнение и весьма спорное, но, как мне кажется, даже местное, ну, в смысле, российское законодательство, оно идет все в большей степени к регулированию средовому, а не регулированию отдельных объектов культурного наследия, то есть регулированию развития территорий в части сохранения как бы средовых характеристик. И, в общем-то, ну, вот явление и инструмент исторического поселения, который там с 16-го года или с 17-го, я забыл, когда было достославное заседание вместе с президентом в Коломне, но после того, как были заявлены некие преференции для малых городов и исторических поселений в части субсидирования различных нужд, в частности, по благоустройству, пошел такой поток, вал мелких городов, которые захотели стать историческими поселениями. Больших городов не очень много, они как-то, имея инвестиционную привлекательность, более стеснительно относятся к этим моментам, но, тем не менее, не случайно стала появляться почва для того, чтобы разрабатывать нетривиальные концепции развития именно исторических территорий, не только с точки зрения девелопмента. И вот я, насколько понимаю, на Рене Тютчеву как раз, в общем, этот опыт готова продемонстрировать, и, собственно, извольте, а дальше я задам вопрос. Единственное, что я попросил бы как бы уйти от описательности, а вскрыть проблематику. Спасибо большое. Добрый день. Очень рада всех здесь приветствовать. Мне кажется, мы обсуждаем крайне важную тему. Наталья Олеговна подняла и заострила ряд весьма-весьма актуальных вопросов, и мы совершенно параллельно готовились к этому круглому столу. Тем не менее, я, в общем, планировала проиллюстрировать примерно те проблемы или показать какие-то, наоборот, может быть, обнадеживающие возможности и шаги, которые, как мне кажется, могли бы вывести нас из вот этого прокрустого ложа, развивать или консервировать. Мне кажется, я бы начала с того, что, поскольку мы достаточно давно занимаемся размышлениями и практикой в этой сфере, и сейчас у нас работает новая образовательная программа под названием «Решкола», это и образовательная исследовательская программа, и завтра, в общем, целый день мы будем что-то о себе рассказывать. Это позволяет некоторым образом обобщать какие-то и практики, и пытаться искать целенаправленно ответы на вопросы. Как мне кажется, в центре этой проблемы лежит слово развитие и понятие развития. Мне представляется, что о том, что есть развитие, вообще ведется достаточно мало разговоров и каких-то компетентных дискуссий. И это вполне можно понять, поскольку, ну, как некое клише развитие, это подспудно означает строить новое, сохранять старое, вот два варианта принципиально, увеличивать границы поселения или сохранять прежними, то есть некое физическое приращение, в то время как развитие имеет гораздо больший спектр возможностей, глубин и критериев, но это требует междисциплинарного подхода и межведомственной коллаборации, и отсутствие подобной межведомственной коллаборации и межведомственного подхода, это первое, что мешает планомерно и структурно заниматься действительно вопросом, глубоко заниматься вопросом развития. Говорю это, опять же, вот отвечая в том числе и на вопрос Виталия относительно того, что сейчас превалирует тенденция работы со средовыми какими-то параметрами, а не глубокой профессиональной отработки подходов к реставрации или консервации объектов и работы застройкой по одной простой причине, потому что территориями ведает Минстрой, а объектами ведает Минкульт. И вот тут граница по отмостке играет очень существенную роль. Я не буду дальше развивать эту тему, просто мне захотелось об этом сказать как об очень важном факторе, над которым, наверное, надо думать не, может быть, нам, мы должны поднимать вопросы, но это достаточно серьезная проблема. Кроме того, вот в этом вопросе, который сегодня мы обсуждаем, речь идет только о городской экономике, в то время как объектами всемирного наследия являются не только города. Один из известнейших объектов всемирного наследия ЮНЕСКО это Соловецкий архипелаг, который сегодня испытывает целый ряд проблем, испытывает уже достаточно давно, я уверена, что профессиональная общественность об этом хорошо наслышана, и как раз история Соловков говорит о том, что развитие это в данном случае точно совершенно не увеличение застройки, тем более не изменение каких бы то ни было границ, а это сохранение, интенсификация, научное изучение, возрождение целого ряда промыслов, навыков человеческого существования, человеческой жизнедеятельности, который гармонизирует с уникальной природой, поскольку именно по этому критерию, это один из критериев, по которому Соловецкий архипелаг номинирован на объект ЮНЕСКО. На протяжении нескольких лет не удавалось вообще сдвинуть что-то здесь с места, и в результате сегодня создан фонд правительственный, который пытается сейчас объединить как раз интересы и возможности различных ведомств и участников процесса для того, чтобы более скоординированно и более оперативно иметь возможность действовать. Пока я не могу сказать ничего нехорошего, неплохого, поскольку результатов еще пока нет, еще только заканчивается концепция, разрабатывается концепция, инвентаризация, то есть пока фонд собирает в основном сведения о том, в каком состоянии он принял архипелаг, но я предлагаю всем внимательно следить за тем, как будут разворачиваться события, поскольку, как мне кажется, это пилотный проект подобного рода, и от того, как на Соловках будут, какие будут приняты методики на этой уникальной территории, вполне возможно, что дальше они будут транслироваться и на другие уникальные территории, поскольку этим занимается Российский институт стратегических исследований, привлекая очень широкий круг специалистов, я еще все-таки надеюсь на то, что это будет позитивным, а не негативным примером. Следующий проект, о котором я хотела упомянуть, упомяну тоже не очень подробно, а тоже взяла его как пример, это учебный проект, который мы делаем с нашими студентами Решколы, мы в течение года в очно-заочной форме ведем занятия и практическим примером, практическим кейсом у нас является город Гороховец, который мы комплексно в течение семестра изучали, выявляли какие-то проблемы и во втором семестре разрабатываем более конкретные предложения по так называемым точкам роста. Гороховец, в отличие от Москвы, Петербурга, наверное, Пскова, Казани и других крупных активно развивающихся городов, где проблемой сохранения исторического облика является интенсивное развитие, так вот, Гороховец относится как раз к городам умирающим и вымирающим. Город с поразительным оттоком населения, с довольно депрессивной атмосферой, при этом обладающий совершенно уникальным контекстом и природным, архитектурным, и историческим. То есть проблема сохранения у нас не всегда стоит в том, чтобы препятствовать застройке. В данном случае проблема сохранения заключается в том, как населить это место, как вернуть вообще в это место жизнь. Поэтому я решила показать Гороховец как еще одна проблема, которая достаточно широко сегодня распространена в России, поскольку малоисторические города, с которыми мы очень часто в последнее время сталкиваемся, может быть, благодаря той самой программе конкурса для малых исторических городов, мы видим, что происходит в связи с этим агломерационным процессом, когда укрупняются агломерации, а вот эти межагломерационные территории превращаются фактически в выкачанные такие вот пустеющие и умирающие зоны, но при этом именно они являются телом нашей страны, и поэтому именно о них надо сегодня, как мне кажется, очень серьезно беспокоиться. Какие здесь могут быть подходы? Собственно, мы понимаем, что необходим системный анализ. Гороховец является, я забыла сказать самое важное, что Гороховец является историческим поселением федерального значения. Я бы привела здесь гораздо больше впечатляющих фотографий, но мне кажется, уже даже это показывает всю прелесть этого города, на территории которого находятся шесть палат XVII века из 21 палаты, находящейся вообще на территории России. Сохранилось шесть, это уникально уже само по себе, ну и так далее, и так далее, не буду его рекламировать. Я выпустила специально весь анализ, который мы системно вели, и хочу сказать, что то, о чем говорила Наталья Олеговна, о том, что у нас сегодня в законодательном пространстве отсутствует такая форма, как план управления или менеджмент план, как он называется, международном профессиональном сообществе, действительно очень серьезно тормозит и препятствует работе с подобными территориями, и не только подобными. Я вообще считаю, что этот подход должен стать в принципе единым для всех типов наших пространств. Почему? Потому что мы сегодня находимся уже в той ситуации, когда привычное градостроительство, то есть рисование генпланов и назначение плановых каких-то решений карандашом, как это было на протяжении всего 20 века, уже стало абсолютно неактуальным. И мы видим, что у каждого города своя проблема, своя особенность, своя аутентичность и своя ценность, что самое важное. То есть как свои уникальные ценности, так и свои уникальные проблемы. Методики выявления как ценности, так и проблем уникальных у нас, в общем-то, не существует. И только методика мастер-планирования и менеджмент-планирования позволяет балансировать и искать решения на границе этих двух ипостасей, сохраняя ценность и проявляя и поддерживая ценность, решать проблемы. И решать, как правило, проблемы. Проблемы лежат, как правило, в экономике, в транспорте, в связанности, в социологии. То есть они лежат, как правило, в большей степени не в эстетике, не в архитектуре, а совсем в других дисциплинах, которые, в свою очередь, формируют ту самую среду искусственную. архитектура всего лишь это отражение тех социальных, экономических процессов, которые проистекают в тот или иной период. И это очень взаимосвязанные вещи. И только с помощью менеджмент-плана и проявления вот этих вот аспектов можно каким-то образом что-то действительно планировать и развивать. И понимать, что нужно развивать. Ну, например, что касается Гороховца, то для того, чтобы здесь что-то развить, а именно в данном случае привлечь сюда людей, обратить внимание людей на это уникальное место с огромным количеством преимуществ для жизни. Хорошая транспортная доступность, хорошая экология, потрясающие виды, прекрасная природа, куча незакрытых возможностей, вакансий, очень дешевая недвижимость. Ну, короче, вот с точки зрения возможностей колоссальный спектр. То есть конкурентоспособность феноменальна. Как рассказать об этом людям и как сюда кого-то привлечь. Собственно, вот об этом наша работа и была. Это то, что мы попытались понять, то, что мы выявили в качестве предпосылок и основных факторов развития. Мы провели достаточно серьезную социологическую работу, составив так называемый анализ спроса, потому что, как правило, наша экономика действует с точки зрения предложения, а не с точки зрения анализа спроса. Любой девелопер считает, что если он построит что-то большое и красивое, это точно будет кому-то надо. А это далеко не всегда так. Поэтому подход более деликатный и более научный, он, как мне кажется, имеет больше шансов на устойчивость и на сохранение чего-то очень важного, что действительно и является фактором развития, а именно основы, культуры, основы природной, основы ремесленной и сочетание вот этой ценности исторического своеобразия и исторической генетики, помноженное на профессиональный анализ и помноженное на понимание современных градоформирующих тенденций, вполне возможно может дать какие-то результаты. В данном случае, например, в качестве некого предложения мы изучили тему эксурбанизации и попытались ее положить на те проблемы, которые мы вывели в городе и поняли, что как раз Гороховец может стать типичной эксурбии, то есть мы пытаемся сейчас внедрить некое новое понятие, некий новый тренд, который на самом деле в мире изучает всего три специалиста на сегодняшний день, которых мы сумели откопать, мы понимали, что мы ищем, мы не понимали, как это называется и есть ли что-то на эту тему. В итоге оказалось, что действительно есть. И мастер-планирования по феноменологическим характеристикам предоставляет совсем другой профессиональный подход. Это не рисование генерального плана, вот здесь у нас будет общественный центр, а тут мы построим новый завод, а вот тут новый жилой район, Афинская Хартия уже не существует, оно же не работает. Афинская Хартия имела под собой совсем другую социальную основу. Сегодня город перестал быть городом жестко зонированным, это постиндустриальный город, это город равных возможностей и очень быстро меняющихся потребностей. Поэтому его генетика, его зонирование сегодня должно, на наш взгляд, основываться не на функциональных каких-то зонах и не на зонах, которые прописаны не всегда корректно, как нам кажется, в прежней градостроительной документации, ее тоже надо внимательно изучать. Надо пытаться действительно на город посмотреть с другой точки зрения, определив характер и уникальность каждой его части и найти границы каждой его части. Тогда, определив в каждой части свою звездность, мы получаем красивое созвездие, равное по своим возможностям, но разное по своим аспектам. И это очень серьезно провоцирует социальные процессы внутри города, поскольку горожане, поняв, что их с виду невзрачный квартальчик оказывается такой уникальностью, совершенно по-другому начинают относиться и начинают выбрасывать мусор куда надо, а не на улицу, не прямо за забор. Понятно, что для разворачивания подобных программ нужно определять какие-то наиболее важные приоритетные места, поэтому именно менеджмент планы обязательно определяют приоритетные точки роста, как правило, это части транспортных каркасов и городских каркасов, как правило, это основные зоны, в данном случае это у нас зона въездная и зона у реки, то есть наиболее важные с точки зрения репрезентативности. Мне кажется, на этой схеме все видно, виден каркас, видны границы исторического поселения, мы в своей работе также дали рекомендации по увеличению буферной зоны, проверив самостоятельно все ландшафты, визуальные связи, и дальше по точкам роста так называемым мы стали делать уже более подробный анализ, выявляя уже внутри этих зон здания, стейкхолдеры, с которых в принципе нужно было бы начать разворачивать жизнь внутри сначала очень небольшого фрагмента территории, который в свою очередь начинает очень сильно импульсно влиять дальше на другие территории. Еще один проект, который я пролистаю крайне быстро, это просто пример ну как мне кажется позитивного все-таки процесса, подтвержденного уже на практике, из предыдущей работы это, скажем так, наши теоретические учебные и научные изыскания, то данные работы носят вполне практический характер, это как раз один из проектов, который мы в этом году в рамках воркшопа Решколы делали по городу Шу, это тоже историческое поселение федерального значения, город крайне интересный, крайне важный, с потрясающей историей и тоже интересным контекстом, с тем самым соучаствующим проектированием. Я отчасти согласна с Натальей Олеговной о том, что так называемая партисипация носит ну некую в себе долю опасности. Известно, что вообще любой перекос в градостроительстве в пользу какой бы то ни было его части или его участника всегда несет в себе опасность. Любая градоформирующая деятельность это консенсус всех участников и жителей, и девелоперов, и власти, и конечно же профессионалов. Другое дело, что сегодня мы видим тенденцию, которую я пытаюсь со своей стороны очень сильно со всеми возможностями противостоять, это подмену профессионализма любительством, и любительство тоже вещь полезная, но она не должна превалировать, она не должна быть диктующей. Я считаю, что наши города заслуживают профессионального к себе отношения, и надо серьезно заниматься подготовкой профессиональных кадров, не отвергая тем не менее привлечения и помощи любых волонтеров и людей, которые просто любят свой город и готовы в нем что-то делать. При этом среди них могут быть все слои общества, как мы понимаем, и представители того же девелопмента, и представители той же администрации. Так вот, Шуя, здесь мы показываем, что была проведена довольно серьезная работа со всеми слоями населения, были определены участки, которые были взяты нами в первую очередь как самый важный исторический центр вокруг торговых рядов, и въездная зона, вокзал и площадь революции, которая предваряет въезд в исторический центр. Мы видим сохранившееся дорегулярное ядро, и дальше Екатеринское регулярное часть города. В городе сохранилось достаточно много объектов культурного наследия, и сам вокзал является вновь выявленным объектом, при этом среда, скажем так, но не, как вы видите, вот наверху это исторические фотографии, это современная среда, скажем, не является позитивной. Я хочу сказать, что в принципе город от нас ждал, что мы предложим некое, что мы предложим на эти деструктивные пространства, ну, некое количество лавочек, мафов, как это сейчас модно говорить, что-то такое. В результате мы поняли, что прежде всего здесь есть проблема с границами и системой восприятий важных объектов, что нужно переставить прежде всего акценты восприятия, при этом нет необходимости сильно эту среду чем-то, чего-то в эту среду сильно добавлять. Мы изучили довольно подробную историю этого места и привели в порядок контуры исторических площадей и эти контуры подчеркнули разными довольно несложными недорогими способами, скажу так, что в результате у нас получилось. То есть мы сделали проницаемое то, что было непроницаемым. Например, сделали акцент на храме, предложили вернуть красный цвет белому храму, а здесь в шуе, как вы видите, все рядом. Вот здесь восстановленный храм, здесь памятник Ленину через дорогу, памятник красноармейцам и так далее. Такой абсолютно типичный для российских городов исторический винегрет и создание определенных кулис и преемственности и последовательности восприятия и жизни проживания всех этих сюжетов. Мне кажется, тоже это очень важный момент в работе с историческими городами. Если мы начнем вычищать и искусственно делать вид, что мы живем в городе 19 века, то вынимая из него вот эти острые неприятные моменты, связанные с какими-то драматическими событиями, город перестает быть настоящим. Именно драматургия, драматизм и эти взаимоотношения делают города наши живыми и подлинными. Я считаю, что как бы мы ни относились и к какому бы лагере условно говоря, мы бы не примыкали, мы должны ценить и то, и другое. что касается этого храма, вы видите, что он сегодня белый, мы увидели, что исторически он был красно-кирпичным и мы уговорили настоятеля перекрасить храм в красный цвет, поскольку с точки зрения его восприятия в этом пространстве и тому, как движется солнце, белым он на фоне серого неба исчезает, а красным он становится силуэтным и довольно активным. То есть я просто рассказываю, какими методами можно говорить о развитии. К чему это приводит? Мы наводим порядок на прибрежных территориях и спусках к воде вместе с хозяевами мануфактуры. Что касается площади исторической, там, где торговые ряды, то мы прежде всего обратили внимание на неправильное межевание, на хаотично расставленные машины, поэтому мы упорядочиваем расстановку машин, мы упорядочиваем зеленые насаждения и мы упорядочиваем межевание, убирая лишние заборы. В результате, да, и предлагаем владельцам торговых рядов воссоздать, восстановить утраченные навесы вокруг этих торговых рядов. То есть, в общем, достаточно, скажем так, нейтральные предложения. Что в итоге происходит? В итоге бизнес, который, например, окружает вот эту площадь революции, понимая, что их место из маргинального имеет шанс превратиться в модное, да, в благоустроенное, привлекательное, красивое, активное, с упорядоченным пешеходным и транспортным трафиком, начинает проявлять инициативу и готов больше вкладывать и в приведение в порядок своих объектов и в то, чтобы увеличить свой бизнес. И мы здесь видим как раз то, каким образом увеличивается количество рабочих мест и как будут меняться функции вокруг этой площади, потому что появляются потребители немножко другого качества и количества. То же самое происходит с торговыми рядами. Владелец рынка с удовольствием он увидел как его украшенные ларьки, которые являются по сути дела ядром торговой центральной площади, почищенные с прилаженной исторической галереей, как они меняют вообще облик, статус, а затраты в общем-то на самом деле не очень большие, просто это надо сделать тонко и профессионально. Плюс убранный забор вокруг весов, а весы здесь сохранившиеся весы это одни из немногих весов 18 века, отреставрированные в прекрасном состоянии, которые являются просто бриллиантом, сокровищем, центром этой площади, а сегодня они стоят за забором, объяснив это собственнику, то есть они внутри рынка сейчас за забором, объяснив собственнику их ценность, он легко отказывается от этого забора, понимая, что площадь, которую он приобретает, всего лишь убрав забор рядом, а площадь, ой, так, извините, а площадь это, собственно, вот это пространство, которое будет насыщено людьми, они становятся потенциально всеми, все становятся его потребителями, то есть это все действительно работает и выливается в экономику, которая имеет вполне конкретные цифры и вполне конкретные перспективы, да, скромные, да, мы немного тратим и, может быть, не так много получаем, но мне кажется, что философия 90-х и нулевых, когда без 200% в прибыли за дело браться не стоит, эти времена тоже уже прошли, мне кажется, что нам нужно просто уметь выстраивать долгую дорогу в будущее, долгую, а не сиюминутную, которая чревата очень быстрыми проблемами, а не столько даже успехами. На этом я заканчиваю, спасибо большое. Спасибо, Нарине. Шикарное заключение и огромное спасибо за столь подробный рассказ о методике, о подходе вашем и, ну, мне бы хотелось, чтобы результаты вашей работы были имплементированы в документы градорегулирования, в режимы исторического поселения или там зоны охраны, в правила землепользования, в генпланы и, в общем, дай бог, чтобы вы вот эту связку в результате методологическую нашли. От вас прозвучало заявление о том, что там, где начинается объект культурного наследия, точный, там, соответственно, вотчина Минкульта, вот, и вроде бы как это сразу, такое не было сказано, что вроде бы как это сразу выпадение из пространства регулирования Минстроя и вообще пространства некого развития, можно так было бы трактовать, быть может. Тем не менее, мы говорили о том, что, в общем, само развитие ныне пониматься должно и должно совсем иначе, не как строительство, и вообще, зачастую, без всякого строительства. И вот поэтому Владимиру Филипенко я хотел бы задать вопрос, он представитель, в общем-то, госоргана, органа охраны Самарской области. Может быть, ничего плохого и нет, что некоторые территории, охраняющие объекты культурного наследия, в границах зоны охраны памятников, в границах, значит, достопримечательных мест, объединенных охранных зон, и в конце концов, в границах исторических поселений, фактически выпадают из-под контроля министерства строительства и становятся в отчинные органов охраны. Может быть, вы, как представитель такого органа, готовы были бы рулить развитием, а не только консервацией? И какие механизмы для этого нужны, какие механизмы насущные вы видите сейчас? Спасибо. Добрый день, уважаемые участники нашего круглого стола. Вначале некоторые показатели по Самарской области, по Самаре, потенциально 18 территорий могут быть, получить статус исторического поселения в Самарской области. До 90-го года три наше поселение имели такой статус город Самара, город Цизрань и Ставрополь-на-Волде в Тольятти. До 2018 года у нас не было ни одного исторического поселения. В 2018 году первый статус был наделен часть территории города Цизрани и мы уже второй год работаем над тем, чтобы наделить статусом исторического поселения часть территории города Самары. Почему вот такое желание появилось наделением статусом исторического поселения, в частности города Самары? Продолжается работа по другим малым поселениям, я о них пока говорить не буду. В Самаре в настоящее время в исторической части в предполагаемых границах территории исторической части находится 670 объектов культурного наследия. Выполняя требования законодательства по сохранению исторического наследия, прежде всего занимаясь обременением постановки на кадастры в учет границ территории и охранных зон объектов наследия, мы достигли довольно серьезных показателей. По крайней мере, по Приволжскому округу они самые высокие у нас. 82% границ территорий объектов культуры наследия поставлено на кадастровый счет. И 74% границ территорий охранных зон. В результате основная территория обременена, и мы заметили, что строительство новых объектов на территории исторической части практически приостановлено. Здесь, с одной стороны, в части сохранения исторического наследия хорошие результаты, но мы понимаем, и много идет от девелоперов предложений, требований, что мы в итоге тормозим развитие исторической части. И, естественно, более глубоко начали заниматься проблемой соединения двух этих позиций, сохранения исторического наследия и развития исторического наследия, чтобы они не противоречили друг другу и увидели достаточно много интересного, возможного в плане перспектив развития. При проведении научных исследований по наделению статуса исторического поселения Самары мы провели работу совместно с Артурной строительной академией Самарского технического университета, исследовали экономические параметры на основании традиционных подходов к экономической оценке приведение затрат на коммунальную инфраструктуру, на социальную инфраструктуру, стоимости квадратного метра жилья на данных микрорайонах. И по всем 15 кварталам из 140 мы получили везде отрицательный результат. То есть традиционная экономика не будет работать. И никто развивать эти территории, эти квартала не в состоянии. Именно поэтому мы начали искать пути, как же дальше развивать историческую часть. Нас поддержал губернатор, правительство Самарской области. И мы видим следующие пути развития и сохранения исторического наследия по исторической части. Прежде всего мы разработали план мероприятия развития и сохранения исторической части города Самары. И мы, согласно сегодняшними коллегами, выступали о необходимости серьезного подхода к теме сохранения и развития исторического поселения. Это одна медаль с двумя сторонами. Только совместный подход позволит нам двигаться вперед. Почему? Я сейчас обосную. Дальнейший ход наших действий, преуспето, конечно же, формирование объединенных охранных зон и в разумных пределах корректировка того, что есть. На протяжении многих лет разными компаниями с разных городов были разработаны охранные зоны регулирования своими регламентами. Сегодня они абсолютно не стыкуются, более того, накладываются друг на друг. Естественно, по федеральным объектам статуса федерального значения более жесткие регламенты, но ими нужно сегодня заниматься. Они не позволяют увидеть ресурсную составляющую на территории исторической части. К примеру, яркий показатель. Здесь главный архитектор присутствует, город Самара. Центральная часть, пешеходная зона, улица Ленинградская и Чапаевская пересечения. Четыре угла, все объекты наследия. Но один из них уже снесен, он не был объектом наследия. Как правило, четырех-пятиэтажная застройка. С существующими регламентами высотность застройки, вот пятна освободившегося в исторической среде, 15-17 метров. А существующая застройка 4-5 этажей. Явно, что выбивает из контекста развития исторической среды. Конечно, главный архитектор говорит, давайте что-то думать. То есть необходимость корректировки того, что было сделано по зонам охраны, с учетом регламентов регулирования, она есть. Это только один пример. Следующее, обязательно формирование и использование ресурсной возможности при наделении в Старстве исторического поселения. Ее достаточно много. И следующее, обязательно привлечение бюджетных средств, федеральных в том числе средств, на развитие инженерной инфраструктуры в исторической части. К сожалению, федеральные существующие программы не позволяют получить поддержку в привлечении федеральных средств на инженерную инфраструктуру по городам-миллионникам, по областным центрам. Есть и была программа Банка развития и реконструкции на развитие инженерной среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас Банк БРИКС занимается этой темой. В программах Министерства строительства есть тоже направление, связанное с развитием инженерной инфраструктуры и социальной структуры сферы благоустройства. поддержка развития инженерных сетей, инженерной инфраструктуры, поддержка сохранения, реставрации объектов наследия только есть в федеральной программе развития учреждений культуры России и туризма до 2025 года. Нет возможности получить средства на развитие. И исходя из поиска пути развития, наш губернатор поставил нам задачу подготовить предложение в адрес правительства России о возможности проведения реализации пилотного проекта все-таки с финансированием развития инженерной структуры в исторической части. И, естественно, сразу был задан нам вопрос, а программа развития, она есть? Как обосновать потребность тех 4-6 миллиардов рублей на развитие инженерной инфраструктуры? Мы еще раз убеждены в том, что говорить о сохранении исторического наследия можно только в констекте совместного развития. И мы этой работой занимаемся. На нашем стенде мы разместили наши проекты, связанные с стратегией развития границ исторического поселения, с примерами подхода к сохранению объектов исторического наследия. Понимаем, что мы только в начале пути, но очень тесно работаем с нашими коллегами из города Казани. Очень благодарны, что они нам показывают свой опыт, свои результаты. Надеемся, что мы на правильном пути и получим достойный результат. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Очень здорово, что вы задумываетесь о таких нетрадиционных путях доказательства, выгод введения охранного статуса для территорий. И, в общем-то, мой опыт жизненный, он касается не только проектирования, но и администрирования. И, в общем-то, не случайно я, попав в Высшую школу экономики, как раз занялся осмыслением того, какой механизм экономики развития исторических территорий, и перешел к выводу, что экономика – это гораздо более творческая наука, чем архитектура. В общем, с какой стороны посмотришь, с такой и найдешь эту экономику. И, собственно, в связи с этим Олегу Никитенко я бы хотел вопрос задать и дать возможность выступить. Собственно говоря, Владимир Михайлович затронул тему, связанную с инфраструктурой, с, по сути, вещью, которая в области ответственности публичной власти находится. Если публичная власть не берет на себя эту ответственность, а навешивает ее на девелоперов, инвесторов, то, разумеется, экономика перестает срастаться. И вот эту проблематику вы не могли бы каким-то образом раскрыть? Возвращаясь к теме нашего круглого стола, все-таки, что дополнительный охранный статус, жесткие ограничения, регламенты в большей степени являются фактором развития или некоторым препятствием. Здесь, вы знаете, уже в ходе дискуссии, которая началась, я бы хотел обратить внимание на следующую закономерность. Девелоперам очень нравятся исторические центры городов. На примере Самары мы видим, что исторически так сложилось, что самое престижное жилье и в советское время было в историческом центре. И девелоперы после того, как открылась возможность реализовывать частные проекты, и появилась возможность приобретать землю, они тоже устремились туда и хотели реализовать свои проекты там. Это как раз вопрос в том, что раскрученность этой территории возникла благодаря этой истории. То есть вот в Самаре, который более 400 лет, это такая многослойная культурная вещь, вещь, которая, естественно, обладает энергетикой, притягательностью, поэтому люди хотят там жить и девелоперов туда тянет. А с другой стороны, в какой-то момент у девелоперов в тех же начинается раздражение, мешают охранные зоны, мешают объект культурные сли, дайте их там снесем, сожжем, разрушим, все эти охранные зоны отменим. Так возникает вопрос, но тогда же будет пустое место. А если это будет пустое место, то чем тогда эта территория отличается от окраин? То есть от бывшего сельскохозяйственного поля, на котором также можно строить, если вы, собственно, к этому и стремитесь. И вот в какой-то момент это заблуждение приобретает массовый характер. То есть мы начинаем очень часто забывать, откуда и что возникло как фактор притяжения, оказывается в какой-то момент, мы на примере Самары это видим, когда в историческом центре появляется квартальная застройка, ну такая, в общем, микрорайонного типа. И сначала она пользуется спросом и популярностью. Но когда это квартал за кварталом, через какое-то время те же девелоперы начинают отмечать, а стоит-то она дешевле в продаже. И те, кто, скажем, приобретал квартиры или офисную, или торговую недвижимость в инвестиционных целях, говорят, что, да, собственно, не растет эта цена, а в некоторых случаях и падает. И, так сказать, ищут ответ, что происходит. А происходит следующее, просто вымывается среда, она меняется, она становится менее привлекательной, менее дорогой, она становится дешевой, и, собственно говоря, все от этого теряют. И по большому счету, для того, чтобы инвестиции пошли в историческую часть, я говорю о Самаре, потому что все-таки это и мой город, и город, который поэтому в приоритете с точки зрения работы, изучения его, наблюдения за происходящими процессами, а, значит, для того, чтобы сохранить эту инвестиционную привлекательность, для тех, кто уже даже вложил, инвестировал в свое время в этот исторический центр, что-то там построил, или планирует, или город, чтобы имел возможность получать налоговые какие-то налоги с этой территории, ему нужно защищать наследие, причем не в виде отдельных памятников, не в виде отдельных объектов культурного наследия, а защищать среду, сложившуюся в городостроительную структуру, потому что это и есть те факторы, которые в свое время обуславливали повышенную привлекательность, повышенную капитализацию территорий. Ну, немножко хотелось бы пробежаться о том, как у нас все это происходило, и почему, как ни парадоксально, мы пытаемся показать тому же девелопменту и органам власти, что установление вот этих ограничений в виде статуса исторического поселения, тем более федерального значения, принесет в долгосрочной перспективе очевидные, ощутимые выгоды и принесет необходимые инвестиции. Регулирование инвестиционно-строительной деятельности нашей исторической части, они, в общем-то, традиционные, то есть в погоне за метрами регионы и муниципалитет в большей степени помогают развиваться периферии, потому что там быстрый выход от дешевых квадратных метров, плохое системное взаимодействие органов власти местного самоправления, то есть это еще и не разные ведомства, еще и проблемы в разных уровнях власти. Естественно, есть правила землипольной застройки, которые в определенной степени, конечно, рассчитаны на то, чтобы люди как можно чаще обращались за получением дополнительных согласований в виде отклонения предельных параметров или получения разрешения на условно разрешенные виды строительства. Есть вопрос, так сказать, и, конечно, это непрозрачный механизм, он может годы занять, и отсутствует, безусловно, согласованность между правилами по застройке и проектами зоны охраны объектов культурного наследия. Результат очень простой, много лет и за многие годы стандартом освоения, скажем, в кавычках «освоения», с точки зрения появления каких-то новых объектов, стандартом является точечная застройка. Вот, собственно говоря, пример точечной застройки и к чему это приводит, почему это тупиковая стратегия. Это небезызвестный 109-й квартал. Я в этом смысле не хочу ругать девелоперов, ну, собственно говоря, какая среда, какой регулировать, так они себя ведут. То есть в этих условиях девелоперы выбирают тот кусочек территории, который свободен от ограничений, обременений, желательно, чтобы там права третьих лиц тоже не сильно присутствовали. На этот небольшой кусочек, который не так дорого расселить, естественно, девелопер стремится на этом кусочке получить максимум прибыли, то есть возводит какое-то большое здание. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вся территория, которая прилегает, то есть вот исторического квартала с той исторической застройкой, она становится абсолютно неинтересной ни для других инвесторов, ни для самих жителей, потому что мало кому хочется, жить и функционировать, и инвестировать в условиях, когда на тебя смотрят с 34 этажа. И, естественно, тут возникает избыточная транспортная нагрузка, тут, естественно, возникают все сопутствующие проблемы. То есть вот эта вся зона, вот эта территория, находящаяся в активной части города, становится просто периферийной по отношению к этой, собственно, территории. То есть точечная высотная застройка, она развивается успешно до той поры, пока есть вот эти удобные кусочки. Как только удобные кусочки, как только они заканчиваются, начинается, так сказать, конечно же, попытка продолжать развитие, вот как на примере этого квартала, он мог дальше выглядеть вот так вот. Но это уже невозможно, потому что не выполняются нормативы градопроектирования, потому что улицы не позволяют пропускать такой транспорт, потому что с точки зрения даже инженерных сетей в тех небольших улицах исторического центра невозможно подать столько тепла и столько воды на такие, в общем-то, большие градостроительные комплексы. Поэтому это все остается в итоге на бумаге, а в жизни остается вот такая вот среда, когда, естественно, задается вопрос, ну а почему бы не развивать комплексно, квартально какие-то проекты, которые позволили. Вот несколько было попыток, один из них, так называемый проект «Пять кварталов». То есть он, безусловно, тем не менее, получился достаточно при всем желании сохранить, то есть это пять, даже шесть кварталов в исторической части, попытка комплексного осмысления, комплексного освоения, планирования этого квартала, межевания под именно вот какую-то такую застройку, которая как минимум сохраняет все объекты культурного наследия, прилегающие к ним какие-то градоформирующие объекты, ну и все возможные территории используются для возведения. Вводная была, конечно же, чтобы на инвестора возложить всю инфраструктуру и все расселение, поэтому все равно, ну скажем так, сохранение среды в том аутентичном состоянии, к которому мы стремимся, в полном объеме не получилось, но хотя бы это не 34 этажа, а максимум 10-11 в центральных каких-то частях кварталов, и от 2 до 7 по красной линии. Но даже в таком виде, даже в таком виде, такие проекты терпят фиаско. Первая проблема, даже если все спланировать и предусмотреть, в условиях обычного регулирования с помощью правил земпольной застройки да и зоны охраны, всегда возникает история, что ПЗЗ можно поменять, отклониться, в конце концов те же зоны охраны тоже можно пересмотреть. Хотя, безусловно, благодаря более жесткой позиции регулятора это труднее, но все равно можно. И любой инвестор, особенно при такой нагрузке на территорию, вкладываясь в какой-то кусочек, вот он хочет освоить какой-то кусочек квартала, построить здесь что-то в пределах 2-3 этажей, у него нет никаких гарантий, что рядом кто-то не получит отклонение, не возведет такой 34-этажный комплекс. И это самый главный риск, не будет этого делать. А для, соответственно, нагрузка по оплате полностью прав третьих лиц, расселения, инфраструктуры, безусловно, это слишком дорогой вход на рынок, поэтому это тоже мало привлекательно. Ну и возвращаясь опять же к вопросу о том, как организованы правила застройки зоны охраны, реализуя этот проект, уйдя на три года просто в корректировку этих документов, ну потеря инвестиционной привлекательности, она только за счет даже затянувшейся сроков подготовки документов состоялась. То есть это все к тому, что, вот тут пример с зонами охраны в Самаре, не буду сейчас подробно останавливаться, там многократное наложение зон охраны различных объектов культурного наследия, и в этих условиях, при этом понятно, что это из-за индивидуального отношения. Почему так получилось? Не потому что кто-то злоупотреблял, потому что каждый объект культурного наследия рассматривался отдельно. И даже не учитывались те зоны охраны, которые уже утверждены, и при их наложении получается очень причудливый регламент для той территории, где это наложение происходит. К чему это привело? Собственно, привело к тому, что за 2018 год на территории исторической части Самары, а это ни много ни мало, больше 140 кварталов, выдано всего лишь три разрешения на строительство. И то, скажем так, они очень условные. Почему? Потому что формально только одно оригинальное, а два разрешения на строительство – это просто продолжение застройки, просто очередной пусковой комплекс, очередная секция. Ну и рынок недвижимости такой же стоящий. То есть сейчас, если мы проанализируем, такие полноценные участки нормальные, не две сотки какие-то обрезки, а нормальные, позволяющие сформировать нормальный, построить здание, соответствующее историческим параметрам, три-четыре земельных участка в базе. Это на 140 кварталов. Это, собственно, результат того, что, в общем-то, получилось. Инвестиционная строительная деятельность фактически остановлена, и в этом смысле это очень удобный момент показать, что, собственно, все равно ноль. Мы ничего не теряем, устанавливая ограничения, делая что-то с ними. Целью, конечно, ну, здесь я немножко сделаю акцент в инвестиционный климат, потому что целью, так сказать, установления статуса исторического поселения, принятия жестких регламентов, это, безусловно, формирование вот этого единого прозрачного режима землеполезастройки. Чтобы одинаковое правило, через формулирование требований к регламентам исторического поселения, мы приходим к тому, чтобы на основе этой общей методологии откорректировать регламенты зоны охраны в объектах культурного наследия, синхронизировать это с правилами землеполезастройки, потому что ПЗЗ должны соответствовать этим требованиям, и, конечно же, правила благоустройства, и проекты планировки, потому что проекты планировки территории в историческом поселении должны соответствовать, учитывать предмет охраны исторического поселения. И появляется, опять же, история с таким замусоренным землепользованием, когда это хорошее железобетонное основание для того, чтобы по итогам таких проектов планировки провести комплексные кадастровые работы, они не будут висеть в воздухе, окончательно закрепить ту порцеляцию, которая предусмотрена требованием к регламенту исторического поселения. И мы получаем, вот если мы эту пирамиду все выстраиваем, в основе нее лежит, естественно, экономическая и социокультурная модель развития территории, которая помимо сохранения, помимо сохранения объектов культурного наследия, помимо их развития и регенерации, она еще дает условия для капитализации земли и недвижимости в долгосрочной перспективе. Потенциал у Самары очень большой, потому что сохранена на 95% историческая планировочная структура, более 60% исторические объекты. И если мы, опять же, через требования к регламенту мы сейчас стараемся дать максимальную возможность универсального использования территории, смежное использование, для того, чтобы не было той монофункциональности, которая сегодня проистекает от генплана и ПЗЗ, и дали, соответственно, шанс появления нового формата жилья, смешанного с местами приложения труда, то есть пространства, где нет отдельных жилых зон, отдельных рабочих, офисных, торговых зон. Но мы, собственно говоря, в результате, скажем так, да, в результате от какого-то классического девелопмента в его существующем представлении мы получаем, может быть, вдвое-втрое меньше недвижимости, но и новый, имеется в виду, за счет выявления свободных или, так сказать, незастроенных частей или возможности трансформации существующих, ценных каких-то объектов и объектов культурного наследия в том числе, потому что многие сегодня заброшены, да, путем их реставрации, восстановления, можно получить новые привлекательные метры. Да, может быть, в два-три раза меньше, но это однозначно больше возможностей, потому что сегодня в оборот вовлечены там не больше 10-15% территории, а здесь есть возможность именно 100% вовлечь. И, естественно, эта недвижимость будет более дорогой, будет генерировать более серьезную отдачу как для инвесторов, потому что и затрат на нее нужно меньше, да, нужно меньше строить сетей, нужно меньше строить, более легкие конструктивы использовать. Очень важная история – это равномерная капитализация территории, потому что на сегодняшний день у нас есть золотые участки, там, где легко с подключением к сетям, легко с расселением и стоит очень дорого, да, есть там 70% земли, которая не стоит ничего, потому что там ветхие строения, неоформленная земля и много жителей, живущих на условиях социального найма. И, соответственно, опять же, к вопросу о непрогнозируемости того, что может построить мой сосед. Получая гарантию, все равно строительство перестало быть рентабельным, там, с рентабельностью 50-100%, по крайней мере, в Самаре. В условиях, когда рентабельность там нормально считается и 15-20%, очень важны гарантии долгосрочной неизменения того, тех требований. Пусть они будут жесткие, пусть они будут сверх жесткие, но они должны быть стабильные, историческое поселение чем хорошо, да, в историческом поселении нельзя отклониться от параметра высота, да, а высота, естественно, так сказать, предполагает, ну, так сказать, определенные соотношения с другими параметрами недвижимости. Понятность, предсказуемость ожиданий бизнеса, власти, жителей города. Да, на сегодняшний день, к сожалению, все двигаются в разном направлении. Власть ждет больших планов ввода жилья, и поэтому соблазнительно дать разрешение на высотную застройку. Жители ждут, что их расселит очень задорого, и они придет волшебный девелопер, они на всю жизнь обеспечат себя и своих детей, а бизнес ждет, что он заработает на дорогой территории. Если, опять же, всем понятны правила игры, они жесткие, и все понимают, что их поменять нельзя, то эти ожидания приходят, ну, соответственно, в некую соразмерность с тем, что мы регулируем. И самое главное, появляется, поскольку историческое поселение немыслимо, без комплексной идеологии, такой комплексной программы развития всех направлений городской жизни, то формируется единая городостроительная экономическая идеология развития исторической части, и вокруг нее можно консолидировать сегодня те группы интересов, которые сегодня, ну, скажем так, противоборствуют. То есть, это некий стержень, где интересы бизнеса и городозащитников, интересы жителей, власти, горожан, которые не живут в исторический центре, но и посещают их можно будет отрегулировать и, ну, скажем так, вот те ресурсы, те средства, те в том числе эмоции, которые присутствуют всегда, когда мы говорим в историческом центре, направить в одно русло, в русло его развития, восстановления объектов культурного наследия, создания комфортной для проживания среды. Спасибо. Спасибо. Наверное, можно, как сказать, тут вот вы вопрос затронули некого ландшафта, он есть ведь не только градостроительно-архитектурный, объемно-планировочный, но и социальные ландшафты, некая субъективность, восприятие теми, кто пользуется этой территорией, и, в общем-то, исторический город, он не только его можно потрогать, но он и в мозгах. И вопрос, как бы, связанный с устойчивостью развития среды, он в том числе связанный с субъективными параметрами, показателями, какими-то индексами, не знаю, может, счастья или еще чего-нибудь такого от пользования этих территорий. И вот у Дмитрия Верховского были попытки и есть попытки так сказать проанализировать именно вопрос, связанный со стандартизацией и индексированием моментов по устойчивому развитию. Насколько я понимаю, вы попытались это применить и на примере концепции устойчивого развития Казани, которую я не предлагаю рассказывать, ваш бенефис будет в другом круглом столе сегодня, но тем не менее вот эти основы целеполагания и того, чем идея концепции устойчивого развития отличается от мастер-планирования или стратегий социально-экономического развития, то есть других типов стратегий территориального развития. Вот я бы хотел, чтобы вы проявили. Спасибо. Ну, к сожалению, и отвечая на этот вопрос, можно сказать, что ситуация такова, что, в общем-то, прочитав внимательно международные стандарты устойчивого развития, соответствующие, предположим, документы ЮНЕСКО, про план управления объектами ЮНЕСКО, ты как бы становишься практически экспертом, потому что все об этом говорят, но мало кто детально это изучает и детально в это погружается, понимая, что к чему происходит и в чем истинный смысл того самого устойчивого развития. Я бы пытался в свое время это применить к территориям историческим, более-менее сделать это доступно и понятно и переведя на наш язык. Действительно, это попытка пытается, некоторые материалы из этого ушли, пытаются применяться в Казани. Что можно сказать в целом, что действительно идет поиск и действительно развитие не равно устойчивое развитие. И действительно, если даже смотреть просто стандарты, то устойчивое развитие это поиск, наращивание потенциала, изменяется в виду историко-культурное, это образование, это безопасность, это экология, такие вопросы проблемные, которые рассматриваются, которые рассматриваются неоднократно, в итерации, это вовлечение и так далее и тому подобное. И потихоньку это понятие, это понимание приходит. И это с одной стороны. С другой стороны, понятие того же устойчивого развития, оно есть вообще-то в 73-м федеральном законе, это полномочия муниципальных органов власти по отношению к историческим поселениям, там это всегда словно, по-моему, называется, это особый порядок регулирования градеятельности, это называется определение мероприятий устойчивого развития исторического поселения. И это как бы один из, это как бы блок материалов, блок документации, который вообще-то на одном уровне с градорегламентом. И, наверное, кто-то в свое время заложил достаточно правильную модель развития исторических поселений, что прежде чем определять режимы и регламенты, вообще-то надо подумать, как город должен развиваться. Другое дело, что на этом строщиков закон заканчивается, и подзаконников никаких нету, и мероприятия устойчивого развития, требований к разработке практически нету в документации на те самые исторические поселения. Либо они, если есть, некоторые, продолжим, по Вольску министерство культуры закладывало, но там это больше, наверное, не устойчивое развитие в таком, в классическом понимании, а развитие там туризма, какие-то отдельные мероприятия, но не такое, не каноническое. Поэтому, наверное, и Казань, и Самара интуитивно движутся в поиске, в принципе, даже встраиваются, можно сказать, в законодательство, то есть они разрабатывают концепции, но, по сути, они могли бы, если бы это понятие было более развито в свое время в законе или сейчас было бы развито, то они делают те самые материалы, которые отвечают на вопрос, а зачем нам это нужно, даст ли это какой-то смысловой эффект городу. И уже после этого мне вообще очень понравился самарский подход, что вообще, перед тем, как определить, они конкретно задумались о том, нужно ли нам вообще историческое поселение, детали федеральные или региональные, но вообще, даже Казань, она уже постфактум, она сначала утвердила предмет охраны, границы, уже потом начала думать, как внутри развиваться. Поэтому, если говорить про устойчивость, то механизм есть, его нужно просто развивать и дальше двигать. С другой стороны, план управления объектами ЮНЕСКО, то есть, если бы была возможность какие-то материалы показать, то, в принципе, план управления ЮНЕСКО, это такой основной документ, у них там всегда в отчетах, план управления, само досье и результаты мониторинга. Если посмотреть план управления, то это, по сути, и есть мероприятие устойчивого развития. Ну, в принципе, они очень бьются, очень сходятся одно с другим. И это основной документ, которого в нашем правовом поле даже к историческим поселениям, к достопримечательным местам, которые имеют такой территориальный характер, его вообще просто нету, оно не развито. И, конечно, в принципе, если ЮНЕСКО, мало того, что у нас не совпадает законодательство, то есть мы напрямую не берем эти буферные зоны, там, либо их через ДОС-места как-то их определяем, либо мы берем зоны регулирования плюс охранные зоны, их считаем, ну, как бы, там, не впрямую считаем, но, как бы, на них садимся и считаем, что они буферные, то в плане документации, которая устойчива в развитии поселений исторических и у ЮНЕСКО как бы все уже на самом деле есть по большому счету. И новый взгляд, и новые парадигмы сохранения наследия и так далее, и тому подобное. Вот. Что касается еще устойчивости. Например, то же самое процедура выявления или выявления исторического поселения. Ее же тоже фактически нету. А то самое устойчивость это как бы некий элемент согласия, и некий элемент проработки. У нас же получается, что само определение устойчивого исторического поселения это как бы что такое в 73-м законе. Историческое поселение это как бы муниципальное образование, по-моему, включенное в список исторических поселений. То есть такая как бы закрутка. Получается, что если в какой-то момент губернатору как бы он утверждает этот список, то дальше уже тема закрутилась. То есть само изначальный посыл, само изначальное появление поселения, оно само по себе неустойчивое. Оно как бы зависит от воли одного человека. И это как бы в принципе такая неправильная конструкция. Потом, если смотреть те же самые 41-43 уже поселения федерального значения, плюс, кстати, к ним порядка 80, насколько я понимаю, региональных сейчас, то по ним то же самое как бы идет очень сильное отторжение территории. многие города просто не хотят их принимать. Как мне кажется, ровно по той самой причине, что в общем-то не проработан вопрос и нет того самого доказанного вклада наследия в вопросы социально-экономического развития территории. То есть этого просто места этому нету в документации по установлению исторических поселений. Вот. То есть такой крупный пробел достаточно, который что-то нету даже рамок, в которых можно проработать тот самый доказанный вклад наследия в развитие социально-экономическое. Он присутствует. Что еще можно сказать? Мне порадовалось, что в той же Самаре, предположим, что такое устойчивое развитие, что прежде всего важно для туризма, для жителей. А в Самаре коллектор инженерный проложить. Действительно, о чем может быть круто, и важно, чтобы дать шанс этим историческим территориям, чтобы дать возможность экономике как-то сложиться. Потому что иначе, если там нет инженерии, то там единственный путь это наращивание этажности. Вот такие важные моменты, они действительно присутствуют. Что говорить? Про Казань не говорить, я не понял, или говорить? Про Казань. в Казань почему вы можете сказать, как было шанс идти в Казань? В принципе, два таких одинаковых подхода, действительно, два города синхронно искали, действительно, они нашли друг друга, в том плане, что начали друг друга смотреть технические задания, встречаться и разговаривать. И два города, тот самый пробел, о котором я говорю, они самостоятельно восполнили. В Казани, условно говоря, там подсказал я лично, что давайте сделаем это в формате мероприятия устойчивого развития, чтобы сидеть в 73-м законе, хоть в каких-то рамках оставаться. У вас, по-моему, это, не знаю, есть или нет, но, по-моему, нет. Но, тем не менее. В принципе, действительно, мне действительно, что больше импонирует в Казани, что там более серьезное вовлечение проектная, проектная организация. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, конечно, это сложно, потому что очень много участников и будет сложнее с проектным решением. У вас, конечно, наверное, будет проще и, наверное, все получится. Может, даже лучше. И важно, что в той же Казани как бы все эти данные, все эти наборы, все эти данные все как бы формируются в некую такую единую информационную систему с трудом, потому что некоторые люди не умеют там работать или не привыкли работать в информационных системах, некоторые не умеют какие-то инструментами пользоваться, вообще не ведут информационные системы. Но, кстати, в тех же рекомендациях ЮНЕСКО там в первую очередь картографируете информацию, там это есть в том же плане управления. То есть картографируете, делаете, делаете единые информационные системы, тогда все будет проще и эти документы более сложные, сложные документы развития исторических поселений, они будут появляться и будут более целостными и более правильными, скажем так. И то, что касается индикаторов, конечно, это тоже подход из устойчивого, ну, сложно с этим, потому что просто, как бы, практически нет наработок. То есть есть понимание, что нужно заложить какие-то показатели, по которым будет в дальнейшем оцениваться ход реализации, да, ну, в принципе, такой геймплановский подход, но тем не менее, желательно, конечно, не геймплановские в частую показатели, но какие-то более сложные, более социальные, более там на восприятие рассчитанные и так далее. Ну, вроде как об этом идет речь, но с этим, конечно, это сложно, потому что очень мало наработок, грубо говоря, негде подсмотреть, нет понимания, нужно ли это, будет ли это работать. Вот, как-то так. Ну, спасибо, Дмитрий. Я думаю, что нам надо уже, к сожалению, завершать эту сессию и обойтись без вопросов реакции и высказываний, увы, потому что видно, что в несколько развилок пошел разговор, и тем не менее, мне хотелось бы слегка резюмировать тему о том, что действительно происходит процесс от перехода к пониманию исторической среды как к совокупности отдельных объектов со своими ценностями, со своими зонами охраны к неким общим стратегиям развития территорий. И, что очень важно, сейчас осознана необходимость связки законодательства национального и международного понимания именно устойчивого развития. Вот это вот непонятное слово сочетание для большинства людей устойчивое развитие, которое педалирует, так сказать, везде, где не лень, оно приобретает определенный смысл. Я долго думал, что это вообще такое, но в конце концов понял, что это, видимо, когда потомки не плюют тебе на могилу. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok